Сколько стоит монтаж забора из профлиста в 2021 году? По факту сделаем 30 метров забора и исходя от этого посчитаю расход материала. У нас здесь на этом участке 36 метров забора. Включает он в себя две калитки и распашные ворота. Чисто забора будет 30 метров. И таким же образом я и посчитаю точную смету на 30 метров забора и точную смету целиком на весь забор вместе с калитками, с воротами. Потом 30 метров мы разделим и таким образом узнаем стоимость погонного метра. Включаем материал, включаем расходники, включаем работу. Эта смета складывается из пяти составляющих. Первое. Это расходные материалы, диски отрезные, шлифовальные диски, электроды. Второе. Стоимость самого материала, профильной трубы и профлиста. Саморезов, цемента, ну всех необходимых составляющих. Третье. Это доставка. Четвертое. Аренда какого-то инструмента. И пятое. Стоимость самих работ. К этому мы еще вернемся. Я нахожусь в поселке Заплавное, Волгоградской области. И мы с моим оператором Александром занимаемся установкой забора с профлиста. Используем профильную трубу 60 на 40 и профильную трубу 20 на 40. Толщина металла 2 миллиметра. Вот в принципе основные материалы, которые необходимы для монтажа такого забора. Разметили, вымерили длину, разделили на количество заборов. В нашем случае это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. И с помощью вот такого оригинального приспособления набурили необходимое количество лунок. Куда впоследствии устанавливаются столбы. Столбы из профильной трубы 60 на 40. Вот такое оригинальное приспособление. Сегменты дисковой пилы были приварены. Приварены под углом 45 градусов. Дисковые фрезы приварены под углом 45 градусов, что позволяет с легкостью буриться. Многое в процессе монтажа зависит от состояния грунта. И поэтому ставить забор лучше всего весной. Мы это делаем в апреле. Натянули шнурку, вырыли необходимое количество отверстий, выставили столбы по шнурке, затем с помощью уровня выставили вертикаль во всех плоскостях и залили с помощью бетона, который изготавливаем сами на месте. В обычном соотношении цемент-песок 1-3 с добавлением щебня. И после чего с помощью трубы 40 на 20 осуществили перевязку. Сейчас будем делать такую же, но уже в нижней части забора. Мы ограничимся двумя перемычками. Можно сделать три, но это дополнительный расход материала. У нас эконом-вариант и металл стоит дорого. Владимир Владимирович, почему подорожал металл на 40% в 2021 году? У нас в этой секции расстояние 18 метров. Одну секцию уже поставили. Поставили ворота. И у нас осталось 11 метров 90 сантиметров. Оставляем на калитку 1 метр. И оставшееся расстояние делим на количество столбов. Если исходить из того, что одна секция занимает 2,5 метра, то приблизительно это 1, 2, 3, 4, 5 столбов. Ставить еще одну дополнительную секцию нецелесообразно. Поэтому берем секцию чуть больше 2,5 метров. 2,73 у нас вышло. 2 метра 73 сантиметра. Натянули шнурку. Вот специально веревку я взял, чтобы вам видно было хорошо. И размерили необходимое расстояние. По 2 метра 73 сантиметра. Вот первая секция. Здесь будет у нас стоять калитка. И еще раз, два, три столба. Последний столб мы не завязываем. Уже существующему столбу, вот кирпичный столб стоит, соседи против. Поэтому будет стоять наш топ отдельно. Ни к чему не привязанный. Разметили, поставили клинышки. Берем наш бур. И начинаем бурить лунки. Глубина у нас, как я уже говорил, 2,50. Стандартная длина столбов у нас 2,40. Опять же в целях экономии. И углубляем мы его на 50-60 сантиметров. Больше, глубже делать не надо. У нас здесь нормальный грунт, ничего не сыпется, никуда не сползает. Для нашей местности, это Волгоградская область, этого более чем достаточно. Я давно занимаюсь заборами. Делаю их не промышленном масштабе, а работаю в основном по частнику. И уже 10 лет заборы эти ставлю, никаких нареканий. Никто не звонил никогда, никто не жаловался. Заборы стоят, заборы эксплуатируют, ворота открываются, все замечательно. И при этом я углубляю столб на 50-60 сантиметров в грунт. Этого достаточно. Не надо хранить полтора метра металла. Металл очень дорогой. Ширина бура наиболее целесообразная, это 23 сантиметра в моем случае. Этого достаточно, но можно 25. Шире уже не надо. Для столба этого достаточно, он будет хорошо держаться. А если взять шире, это дополнительный расход бетона, цемента. Ну вы понимаете. Переходим к бурению. Я бурю сразу, без всяких лопат. Земля отличная, мягкая. Идут дожди, апрель месяц. Я практически даже не давлю на него. Не использую никакую технику. У нас в Волгоградской области в большинстве своем нормальный грунт. Ну если на снаряд, не на пород столько. То есть никаких дополнительных расходов. Чуть-чуть прокопали, убираем. И двигаемся дальше. Сразу я набурю необходимое количество лунок на этом участке. Это раз, два, три, четыре, пять. После чего мой оператор Александр будет выставлять столбы. А я месить бетон и будем заливать их. Вот что-то уперлось. Какой-то снаряд, видимо. Землю лучше сразу вот так рассыпать. Не складывать, не складировать в кучу. Периодически берем рулеточку и меряем глубину лунки. Вот сейчас 30 сантиметров. Даже меньше. Продолжаем. Еще 20 нам необходимо. Как вы понимаете, техника, конечно, стоит очень дорого. Электрический есть вот этот аппарат. Я его не покупаю. Пока справляюсь своими силами. Ну и любому частнику рекомендую сделать эти лунки вот таким вот механическим способом. Если вам надо сделать один забор на своем участке, зачем вам покупать? Бур можно спросить у соседа, может, у какого-нибудь есть. Или мне позвонить. Не, мне не звоните, не дам. Ну вот, приближаемся мы. Думаю, хватит. Вот такая вот. Сейчас замерим. 40. Что были? Что? Еще чуть-чуть бурим. Минимум 50 глубина должна быть. Мерим. Ну вот, 50. Все, достаточно. И бурим остальные лунки. Статья расходников состоит из электродов. Троечка электроды. На 30 погонных метров забора понадобится килограмм электродов. Это 200 рублей. Краска, грунт-эмаль, 3 в 1, престиж. Я использую коричневого света. Расход ее составит 3 литра на 30 метров забора. Красим в два слоя. Ну, придется покупать две банки по 1,8 килограмм. 500 рублей банка стоит. Итого, 1000 рублей на 30 метров. Диски отрезные. 1 миллиметр толщиной. 125 в диаметре. 35 рублей штука стоит. 5 штук понадобится. 175 рублей. Еще понадобится диск зачистной. 120 рублей. И лепесток. Тоже 120 рублей. Еще два диска. Один отрезной, другой зачистной. Вот и все, в принципе, расходы. Добрались до места. Заборчик стоит старый. Проживел. Дожди лились. Три дня нас не было. Нормально. Мы украли. Погода отличная. Начинаем работу. Крепим оставшиеся перемычки нижнего ряда. Прикладываем к столбу. Выставляем в уровень и крепим с помощью сварки. Связываем их вместе в одну прямую линию. И следующий столб. Ни в коем случае в таких ситуациях не вставьте сварший аппарат в воздух. Вас просто убьет. Прихватили. Можно отпустить. По всей длине секции выставляем профильную трубу 40 на 20. Продолжение следует. Край одной секции у нас будет калит. И прежде чем ее поставить в калитку, которую мы сварили у себя в цеху, мы одели эту калитку на один из столбов, который предварительно подготовили, наварив на него петли. Одели калитку на петли, прихватили петли между собой, чтобы зафиксировать калитку. Установили калитку, связали ее перемычками, то есть продолжили те перемычки, которые идут у нас по основному забору. Связали сваркой, вот уровень, вот Саша, и заливаем бетон. Заливаем бетон. Заливаем бетон. Все, этого достаточно. Выше поднимать не надо, а то еще налитка не открылась. Заливаем бетон. Давай. Чтобы для зиму. Довольно смешно. Спасибо. И еще займись. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ажиотаж в сети ТикТок набрало 41 тысячу просмотров за сутки, но у меня такого еще не было. Отличный показатель. Люди интересуются, задают вопросы. Сколько же стоит погонный метр забора? Ну сколько, сколько? Скажи, Виталий. И все просчитал, сейчас вам скажу. Основные составляющие забора, это профильная труба 60 на 40. Два миллиметра толщина, которая идет на столбы. Вот она, эта труба. Вот столбы. Палки продаются по 6 метров. 2,40 мы их режем. И метр 20 остается. То есть две палки взяли, по 2,40 нарезали, 4 столба получилось. С одной остался метр 20, с другой остался метр 20. Сварили, получилось 2,40, еще один столб. 15 метров забора у нас с одной стороны и 15 метров забора с другой стороны. Соответственно, 7 столбов на каждой стороне. Итого 14 столбов. С двух палок у нас 5 столбов получается. Значит, нам понадобится 6 палок по 6 метров. 15 столбов получится. Надо 14, но никуда от этого не деться. Будет 15. Соответственно, 36 погонных метров. По 285 рублей за погонный метр. Итого 10,260 рублей на столбы. Запоминаем эту цифру пока и идем дальше. Это вот в нашем случае, в Волгограде. Где-то, может, вы глубже будете столбы закапывать. Везде разные грунты. У нас, хоть и ветра сильные, но с таким заглублением столбы стоят. И вторая труба 40 на 20. Тоже двоечку надо брать. 2 миллиметра толщина. Перемычки идут из нее. Самый эконом вариант. Столб и две перемычки. На 30 метров забора, 60 погонных метров. Соответственно, трубы нам потребуется 40 на 20. При ее стоимости 167 рублей за метр. Получаем 10 тысяч 20 рублей за метр. Запоминаем эту сумму тоже. Профнастил. Листы в ширину имеют метр двадцать. Рабочая поверхность метр пятнадцать. Пять сантиметров идет нахлест. Лист сейчас в Волгограде. Двухметровый С8. Это толщина волны. Два метра на метр двадцать. Крашенный. 0,4 миллиметра. Стоит 1200. Ну там с копейки пляшут туда-сюда. Двадцать семь листов нам понадобится. Двадцать семь умножаем на 1200. Получаем 32 тысячи 400 рублей. Запоминаем. Саморез. Три рубля у нас один саморез стоит. Девятнадцатый кровельный. Из расчета 10 штук на один лист. Двести семьдесят штук. Берем 300 на всякий случай. Итого 900 рублей. Где-то что-то потеряете. Где-то можно побольше прокрутить. И остается то, на что мы будем крепить наши столбы. Цемент, песок и щебень. На пять столбов цемента. Мешка цемента будет достаточно. Это 300 рублей. Ну 250. Берем 300. 100 килограмм щебля. Еще 150 рублей. И 150 килограмм песка. Еще 150 рублей. Итого 600. 600 рублей это на пять столбов. Мы считаем из расчета 15 столбов. Можно 15. У нас 14. Ну пусть будет 15. 600 умножаем на три. 1800 рублей. Это у нас на цемент, на песок и на щебень. Запоминаем. Доставку я не считаю. Это уже ваши проблемы. Посчитайте. Везде все по-разному. Зависит от местоположения. Где вы находитесь. Может вы там в горах где-нибудь забор ставите. Может у вас есть песок на участке. То есть сами просчитайте. И еще сюда добавляется работа. Работу я делаю за 600 рублей погонный метр. Два метра высоту. И один метр. Вот так берем. 600 рублей. По факту два квадрата это получается. Квадратный получается 300 рублей. Ну 600 рублей погонный метр. Считаем. 2.515 расходники. Включая саморезы. 3.2 400 профнастил. 10.2 60 труба 60 на 40. 10.020 профильная труба 40 на 20. 1.800 это цемент, песок и щебень. И 18.000 работа. Из расчета 600 рублей за погонный метр. У нас получилось. Материал получается 56.995 плюс работа 74.995 рублей. Это за 30 метров. Делим на 30 и получаем 2500. 2500 рублей стоит погонный метр забора из профнастила в 2021 году. Включая работу. Из расчета 600 рублей за погонный метр. Этот расчет не универсален. Вам следует исходить из каждого конкретного случая. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И не забывайте мыть шпателя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!